Всего две недели на подготовку и Гомельский технопарк распахнул свои двери для тех, чьи идеи могут превратиться в супер стартапы. И для тех, кто искал единомышленников, чтобы вместе доработать проекты и предъявить их миру. На начальном этапе компетентному и притязательному жюри. Первая собеседница Вера Парфенова, ее команда для участия в Хакатоне буквально на ходу придумала проект 3D-карта Гомеля. Начали с одной улицы. В готовом варианте любой человек виртуально сможет путешествовать по городу и знакомиться с историей каждого здания. Кстати, по итогам Хакатона у проекта третье место. Я считаю, что это отличная возможность для людей, которые действительно очень увлечены своим делом, проявить себя, показать что-то новое и принести что-то хорошее для нашего города. Хакатон состоял из работы почти полутора десятков команд. Причем некоторые сформировались тут же, во время форума. Среди участников можно было увидеть как школьников и студентов, так и опытных предпринимателей и изобретателей, которые демонстрировали свои новые идеи. Алексей Зайцев вместе с командой на Хакатоне дорабатывал проект «Хутер Мебиуса», в котором соединил сельское хозяйство и IT-технологии. В основу легло то, чтобы создать ферму, направленную на автоматизацию, оптимизацию работы фермерского хозяйства. То есть такое вот сочетание сферы IT и сельского хозяйства для того, чтобы привлечь молодых специалистов из сферы IT, популяризовать сельское хозяйство и развить продвижение информационной индустрии в Республике Беларусь в области сельского хозяйства. Станислав Пикуза защищал проект, направленный на профориентацию молодежи. Юноша знает, что при определении будущей профессии легко растеряться и сделать ошибочный выбор. Его программа поможет узнать буквально о каждой профессии Беларуси. Теперь задача команды не только доработать проект, но и подумать над тем, как его продавать. Мы столкнулись с тем, что проект начали критиковать в плане бизнеса. Ну то есть тут по факту именно как там привлечь инвесторов, на чем можно заработать. И на самом деле это очень интересный опыт, потому что мы думаем на том, как создать продукт, но на том, как его, допустим, продвинуть, мы еще особо не задумывались. И на самом деле эти лекции достаточно информативные, тем более, что от таких представителей. Мастер-классы помогли скорректировать свои проекты многим участникам. Как сделать интересный инновационный проект знают многие, а как на нем заработать – единицы. Это сложный и не очень быстрый путь. На Хакатоне можно было получить такую информацию и многому научиться бесплатно. Например, на мастер-классах у представителей Ассоциации бизнес-ангелов Беларуси. Большое количество ребят на сегодняшний день, у которых есть какие-то идеи, которые их разрабатывают, которые там планируют какое-то развитие, но куда идти и каким образом это выглядит, они представления не имеют, поэтому нигде у нас не учат. Если учат, то за деньги, а у нас все бесплатно. Финал из 12 команд прошли 10. Кстати, некоторые проекты были вне конкурса, ведь они уже готовы к продаже и с ними сложно конкурировать. Например, гомельская частная компания разработала кардиографы. Скоро начнется выпуск этой медицинской техники. Это проект для первоначального скрининга сердца, сердечного ритма, нарушений ритма, последующей аналитики и предварительной диагностики. То есть это носимая электроника, это девайс, который вы носите постоянно, можете носить автономно достаточно долго. В дальнейшем, в общем-то, алгоритмически мы говорим о том, что у меня, пускай, есть какие-то проблемы с сердцем. Вы берете эту информацию и идете к врачу. В результате трехдневного мозгового штурма, наполненного скрупулезной работой, мастер-классами, дебатами, переосмыслением своих идей, жюри определило победителей. Третье место, как было озвучено выше, у проекта 3D-карта Гомеля. Второе у разработчиков приложения «Мой питомец» под руководством Дмитрия Галецкого. Победа у автора «Бота для социальной сети» – тесты по правилам дорожного движения Ивана Копейкина. На протяжении трех дней работы, участия в Хакатоне, наши команды менялись. Менялись проекты, они дорабатывались и с учетом тех замечаний, которые им высказывали наши эксперты, менторы. И это очень здорово, что ребята, ну, очень так восприимчиво вообще подходили к оценке их деятельности. Ведь не секрет, что всегда тот, кто сгенерировал идею, он считает ее самой лучшей, самой правильной, в перспективе успешной. И иногда вот этот критичный взгляд на свой проект, на свою идею, он вообще, наверное, необходим для того, чтобы из идеи родился что-то более успешное, какая-то модель. К концу года в технопарке пройдет еще не один форум, митап, семинар. Но цель – не увеличение количества встреч. Идея в том, чтобы создать в технопарке ту атмосферу, в которой будут рождаться новые идеи и создаваться интересные проекты. Марина Джалая, Валерий Копанько, Новости недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова